Мы продолжим обсуждать результаты и сигналы визита Джо Байдена, президента США в Киев. Сейчас к нам в эфире присоединяется Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины. Михаил, доброе утро. Да, доброе утро. Вы антикризисный советник. Нам кажется, что вчера у Путина случился небольшой кризис, когда он увидел, что Джо Байден в Киеве, на Михайловской площади с президентом Украины. Вот как вы думаете, сегодня у Путина вот это вот послание к федеральному собранию, как быстро он и его спичрайтеры переписывали его речь, с которой он должен сегодня обратиться, и как сильно Байден перечеркнул главные тезисы этой речи? Ну, во-первых, у Путина кризис не, скажем, политического плана, а психиатрического плана, поэтому я вряд ли ему могу помочь. И, соответственно, вряд ли, наверное, кто-то сегодня вообще может помочь Путину осознать реальность. Знаете, когда человек улетает в далёкие далека и живёт в иллюзорном мире, где он большой человек, который имеет право заходить куда-то, кого-то убивать и так далее, мы с вами здесь скорее можем обсуждать в медицинской терминологии, а не в политической терминологии. Теперь, что касается райтеров, да я не думаю, что они, в принципе, вообще переписывали речь. Это достаточно стандартная всегда речь. Последний год Путин отличается предсказуемостью своих всех речей, которые имеют скорее отношение к 70-80-м годам прошлого столетия, то есть к такой советской риторике, где у него есть многополярный мир, советская система, которая борется с капиталистической системой загнивающего Запада и так далее. Он вот этот достаточно стандартный набор. Человек просто вернулся, знаете, всю жизнь жил с комплексом неполноценности определённым и вернулся в свою юность, где он, наверное, в пионерском галстуке испытывал какие-то тёплые чувства. И вот он пытается реализовать свою юность таким абсолютно кощунственным способом. И, наконец, третье. Там основные акценты, безусловно, будут поставлены на то, что он воюет с НАТО. Несомненно, он не даёт НАТО поглотить Россию, которой все завидуют. То есть эта страна настолько крутая, в ней так комфортно жить, она настолько технологически развита, что она там уже на Марсе, наверное, находится. Она бороздит дали космоса и так далее. И вот, соответственно, этой стране сильно все завидуют и хотят жить, как русские. Ну, то есть, безусловно, все хотят жить в нищете, без туалета, обязательно без дорог и так далее и тому подобное. Вторая составляющая — это то, что Россия имеет высококачественное оружие, которое показывает свою эффективность на поле боя. Но мы ещё не всё задействовали на поле боя, у нас ещё есть определённые виды оружия. И тут он перейдёт к своей любимой теме. Знаете, нельзя выиграть войну у ядерной страны. Ну, то есть примитивизм этого человека настолько предсказуем, что может... Вот, представляете, выходит трусливый человек, который напал на другую страну обычным оружием, рассказал, что он за три дня её поставит на колени. Тут у него всё идёт, мягко говоря, в течение трёхсот уже шестидесяти практически пяти дней, да? Ну, то есть год войны. И тем не менее он начинает говорить, смотрите, у нас же есть ядерное оружие, поэтому давайте так, вы либо все заткнётесь и позволите нам дальше резать украинцев, либо мы ядерное оружие будем применять. То есть он вот это расскажет. Ещё дальше он расскажет о героизме насильников и убийц с русскими паспортами, которые приходят вот в таком чрезвычайно кощунственном виде, да? Вы видели людей, видели их лица. Он их назовёт, безусловно, героями. Героями, которые заходят в чужие дома, убивают детей. Ну, для России это как бы типичная модель поведения. Просто, вы знаете, к сожалению, для современного мира долгое-долгое время закрывали глаза на то, что такое Россия. Что такое Россия во Второй мировой войне, что такое Советский Союз, вернее, во Второй мировой войне, что такое Советский Союз в течение 70 лет потом, что такое Советский Союз накануне распада Советского Союза, да? Вот эти все Приднестровские, Абхазские конфликты, Нагорно-Карабахские конфликты, расстрелы в Вильнюсе, в Тбилиси и так далее. То есть потом последующие войны, скажем так, в других странах, на других континентах. Все забыли, что такое Россия. Россия — это страна-насильник. Вот это все Путин попытается героизировать. Ну и, наконец, расскажет о том, что в Украине никогда не было государственности. Украина вообще странная страна. То есть как будто бы Российская Федерация — это интересная государственность, а не лагерь в виде государства и так далее. Вот, в принципе, все это говорит о том, что мы живем как бы в разных параллельных измерениях, да? То есть мы живем там, где живет демократический мир. Мы понимаем цену сегодняшнего момента. Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, как мы со своими партнерами, о чем договариваемся и так далее. Мы понимаем, что для демократического мира крайне важно эту войну правильно финализировать, для того, чтобы все-таки вернуть хоть какие-то правила междугосударственное общение, да? То есть тоже международное право вернуть в обиход как таковой. Российская Федерация живет, и в принципе надо было это давно понять, живет в своем изолированном мире. Просто нужно было гораздо более жестоко с ней себя вести в течение последних, условно говоря, десятилетий, для того, чтобы Россия могла жить за железным занавесом своим и, соответственно, проводить там социальные эксперименты того типа, которого ей всегда нравится проводить. То есть лишая людей права, лишая людей свободы, подавляя их, унижая, делая их абсолютно глупыми, не читающими людьми, которые вряд ли соответствуют нынешнему этапу развития человечества как такового. Еще одно уточнение по поводу выступления Путина и вернемся к теме визита Джо Байдена. Вот сегодня Путин обращается к Федеральному собранию, завтра у него стендап в Лужниках. Как вы думаете, в рамках и сегодняшнего, и завтрашнего его открывания рта, будет ли статус так называемой специальной военной операции изменен на статус война? Возможно, возможно и нет. А что это меняет для того фактического состояния дел, которое мы сегодня имеем? Россия в полноценную войну ведет против Украины. Это несомненно. Юридический статус здесь абсолютно уже не важен, потому что фактически Россия перевела на военные рельсы свою экономику. Россия практически проводит все необходимые для войны мероприятия, включая мобилизацию и мобилизацию ресурса. Не только, собственно, живой силой как таковой, но и ресурса, свозя со всей территории ту технику, которая у нее там осталась. Россия проводит инвентаризацию своих отношений с другими странами, пытаясь у них выклинчить, такие как Иран, Северная Корея или та же Белоруссия, остатки их оружия. Ну, то есть эти страны что-то там поставляют. Или Беларусь, например, предоставляет ремонтные возможности. Или расконсервируют технику и передают Российской Федерации. То есть Россия находится уже в состоянии войны. Более того, они применяют учения уже в целом ряде регионов, не только приграничных. Они расконсервируют бомбоубежище. Они расставляют системы противоракетной обороны по ключевым объектам своей страны усиленные системы и так далее. То есть Россия находится в состоянии войны. С точки зрения пропаганды Россия с первого дня в состоянии войны и так далее. Поэтому мы и партнерам это объясняли. Смотрите, нет никакого юридического понятия специальной военной операции. Я вообще хочу, чтобы мы забыли этот термин. Мы можем как ирония его употреблять, конечно, СВО, но с точки зрения трехдневного плана и так далее. Что это вообще такое? Вот что такое СВО? С какого, извините меня, рожна какая-то дикая страна принимает решение напасть крылатыми ракетами на суверенную территорию другой страны? То есть какое СВО? Это и есть, по сути, объявление. Вот как только первый снаряд в 4.30 утра залетел на нашу территорию, это и есть начало военных действий. Обычной юридической войны, юридического статуса войны. Правда, юридического понятия как война нет, то есть агрессия понятия. Так вот Россия совершила, если говорим в юридическом праве, в международном юридическом праве совершила так называемый злочин агрессии, то есть который имеет все конкретные определения. Поэтому безразлично, что в пропагандистских целях Россия это называет войну, называет специальной военной операцией. То есть мы поэтому и хотим довести войну до конца, до правильного конца, чтобы на скамье подсудимых вот эти субъекты, долгое время упирающиеся сейчас в свою слюнявую пыхательность, напыщенность и так далее, чтобы они в конце концов поотвечали на вот эти вопросы. Если они юридически безграмотны, то, наверное, в рамках того или иного специального прибунала можно будет им объяснить значение юридических терминов. Нету никакой специальной военной операции и не может быть. Россия не может называть то, что она делает, как-то иначе, чем это трактуется в рамках международного права. Поэтому мы имеем де-факто уже войну, де-юре уже войну имеем. И что бы ни говорил субъект Путин, никакого значения это иметь не будем. Понимаете, это скорее, когда вот если, так как вы ставите вопрос с точки зрения, будет ли он именовать это война, это скорее нужно для какого-то там усиления информационного пропагандистского компонента. Россия очень же активно ведет гибридную войну. Она поэтому рассказывает и о великих наступлениях которых, и о том, что она там соберет 30 миллионов, да, у нее, по-моему, мобилизационный ресурс, как Шой бы заявлял, что у них там 30 миллионов смертников есть, что они там, условно говоря, могут в любом случае выиграть войну, закидав трупами территорию Европы и так далее. Смотрите, это все информационная попытка давления. У меня к вам всегда простой вопрос будет. Вы готовы сложить оружие и встать на колени перед Россией, чтобы вас в любом случае убили? Ну, там, не сегодня, а через год, через два, через три. Потому что Россия, если не проиграет, и получит новую линию разделения, и получит затяжной конфликт, она попытается догнать всех. И в Европе наиболее активных антироссийских субъектов, будет провоцировать другие страны, и будет проводить большие террористические акции на территории Украины, и будет проводить попытки политических убийств на территории Украины. Я хочу просто понять, зачем нам сегодня, понимая все это, вообще думать о том, что делает Россия? Нужно выигрывать войну. Просто собирать все ресурсы. Партнеры готовы. Вы видели, мы сейчас, как вы правильно сказали, перейдем к визиту Байдена. Партнеры в полном объеме готовы нам помогать. Давайте это делать. Россия должна проиграть. Это единственный способ выживания демократии, как системы в Европе, включая Украину. Вот в процессе выигрывания войны, мы понимаем, что это процесс не одного дня, насколько важен был вчерашний визит Джо Байдена в Киев? Этот визит был безупречен с течения момента и времени, когда он состоялся, с исторической точки зрения. При том, что надо учитывать условия, в которых этот визит состоялся. Смотрите, господин Байден приехал на территорию страны, где идет полноценная война, которую ведет, масштабно ведет страна-агрессор под названием Российской Федерации. И здесь при этом не находятся американские войска. То есть, соответственно, президент США сделал для себя принципиальный выбор. Да, я еду на территорию, там, где идет война, потому что мне нужно быть в этом историческом моменте, в центре этой войны, на стороне Украины. Это фиксация, фундаментальная фиксация позиций Соединенных Штатов, которая абсолютно обнуляет все попытки российской пропаганды доказать, что Украину где-то там используют или где-то там перестанут помогать и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, визит господина Байдена в годовщину, в канун годовщины начала войны, в канун вот этих всех, как вы говорите, ротооткрываний субъекта Путина, четко фиксирует, кто есть кто сегодня в глобальной политике. Сегодня есть только один из вчерашнего дуэта лидеров. Есть Байден и нету Путина. Вот это зафиксировано. Знаете, вот что еще сделал Байден, это очень важный аспект. Третий аспект. Вот когда кто-то там пытается сказать, что Россия предлагает вести вот даже Песков, есть там еще такой подгавкивающий субъект. Я, извините, что я так жаргонно говорю, но на самом деле это выглядит именно так. Посмотрите его глаза, когда он что-то абсолютно неактуальное говорит. Так вот этот подгавкивающий субъект, знаете, что говорит? Смотрите, мы ждем от Запада предложения о ведении переговоров. Да, мы будем там, хотим получить возможность разговаривать с Соединенными Штатами о том, как должна выглядеть мировая безопасность. Смотрите, вот визит Байдена показал, что нету никакого субъекта Путина, с которым будет вести Запад переговоры. Вообще отсутствует, напрочь отсутствует. Это ничто, ну или никто. И, соответственно, есть другой составляющий, новый составляющий субъект глобальной политики. Это президент Зеленский и Украина, если мы говорим уже о стране. И, соответственно, Байден таким образом подчеркивает, для нас принципиально победа Украины первая, для нас принципиально стоять с Украиной до конца рядом, потому что это будет означать победу, собственно, тех ценностей, олицетворением которых является США. И для нас принципиально подчеркнуть, что больше никакого субъекта Путина нету, и нет смысла с ними о чем-то разговаривать. С ними можно разговаривать только о способе их проигрыша, о способе вывода войск с территории Украины. Если они хотят сохраниться еще в каком-то виде, вот в том политическом виде, в котором сейчас, им нужно буквально завтра начать максимально просить Украину остановить огонь только для того, чтобы они быстро выводили свои войска. Вот если они это делают, у них есть какая-то там карьерная возможность самосохраниться. Если они этого не делают, то в любом случае в таком виде вот этой всей политической элиты не будет. И мне кажется, что мы с вами где-то с трудом потом будем искать вот этих песковых, да, по территории разных стран. Вы знаете, мы сегодня на протяжении всего эфира говорим в том числе о визите Байдена в Украину. И вот несколько экспертов, с которыми мы вели беседу, сходятся во мнении в том, что судя по тем действиям, которые осуществляются, и судя и по визиту Байдена в том числе, наши союзники очень решительно настроены таким образом и так помочь Украине, чтобы в этом году Украина одержала победу над Россией. Какие ваши мысли по этому поводу? Мне кажется, вы подобрали умнейших экспертов. Я могу сказать, что разделяю эту точку зрения. Они абсолютно правы. Это демонстрация того, что западный, ну или демократический, евроатлантический мир абсолютно точно сделает всё и насытит Украину необходимым номенклатурой оружия. Да, да, я здесь соглашусь. Логистика хромает. Есть определённые дефициты определённых инструментов, таких как снаряды 65-го калибра. Да, это было бы хорошо ускорить, максимально ускорить. Да, мы находимся в другом временном промежутке. Для нас время гораздо более быстро идёт, чем для наших партнёров. Но, тем не менее, вы абсолютно правы. Партнёры чётко заняли конкретную позицию. Давайте её фиксировать, и будет тогда понятно. Первое. Политически. Все приняли решение, что Россия должна проиграть. И говорят об этом публично, на разных площадках, многократно. Подчёркиваю, что в таком виде Россия несомненная угроза не просто для Украины, а несомненная угроза для европейской и евроатлантической безопасности в целом. И если Россия в таком виде останется, то с учётом того абсолютного кошмара в виде войны, которую она затеяла, Россия будет безапелляционно, нагло себя вести, если не проиграет эту войну. И это наши партнёры хорошо понимают. Вторая составляющая. Экономически. Наши партнёры чётко фиксируют, что Россия должна будет максимально затянута вот этот омут санкций. Их нужно усиливать, нужно исправлять ошибки, логистические ошибки в этих санкциях, более жёстко подходить к финансовому сектору. Я надеюсь, что мы более жёстко подойдём, в конце концов, к атомному сектору, к ядерному сектору Российской Федерации. Ну и, соответственно, потому что это наряду с нефтью и газом ещё один ресурс влияния на целый ряд и европейских стран, и на страны других континентов. То есть Россия имеет там большую долю в ядерной отрасли, в глобальной ядерной отрасли, с точки зрения и материала, и технологий. И надо будет всё-таки с этим заканчивать. И, наконец, третья часть. С военной точки зрения абсолютно точно партнёры будут помогать всем необходимым объёмам арсеналов, которые нам нужны для того, чтобы нанести. Потому что, опять же, партнёры это прекрасно уже поняли. Война никак иначе не закончится, кроме как нанесением существенных тактических поражений России с большим количеством убитых российских военнослужащих. То есть вот эта цифра, о которой мы сегодня можем говорить, 140 тысяч погибших. Мне кажется, всё-таки число погибших и раненых в России гораздо больше. Это порядка 250-300 тысяч человек. Так вот, мне кажется, надо мультиплицировать. Это удвоить, даже утроить количество потерь, которые Россия должна нести в этой войне. Потому что эта страна абсолютно безумна. Ну то есть с ней разговаривать не о чем. Рациональных доводов они не слышат. И это, наконец-то, стали понимать во всех других странах. Единственное, что меня ещё несколько смущает, это всё-таки вот этот медленный процесс сворачивания российского культурного сотрудничества. Об этом надо, кстати, чаще. Я прошу вас чаще говорить, потому что есть какие-то концерты таких субъектов, как Нетребко. Я напомню, вот эта субъектесса ходила с Майкой долгое время на Берлин. Ну то есть мне бы хотелось, чтобы Берлин всё-таки поставил правильный акцент. У неё там концерты в Германии будут и так далее. То есть много таких субъектов культурного плана. Может, она просто очень сильно хотела концерт в Берлине дать. Может, она это имела в виду. Наши партнёры, это же представители демократических стран. И они некоторые вещи, я так думаю, могут трактовать по-разному. Хотя мы прекрасно понимаем, что вот эти все на Берлин и эти все детские коляски на парадах 9 мая, стилизованные в танках, это всё одного порядка бред. Михаил Подоляк, антикризисный советник главы Офиса президента Украины, поговорил с нами о поддержке западными союзниками Украины и о визите Джо Байдена в Киев.